...выписка из заседания учредительного съезда клубов избирателей. Новость об увековечивании и памяти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина сегодня появилась не случайно. 1 февраля 2012 года ему исполнился бы 81 год. Его особая роль в истории Эстонии связана с датой 13 января. Ранним утром 13 января 1991 года спецвойска Советского Союза применили силу против граждан столицы Литвы, которые вышли на улицу защищать важные объекты Вильнюса. Погибло 14 человек, многие пострадали. Руководство Советского Союза отрицало свое участие в содеянном, но мир был шокирован случившимся. Понимая драматичность ситуации и возможное продолжение насилия в государствах Балтии, эстонским деятелям удалось связаться с Борисом Ельциным и пригласить его в Таллин в этот же вечер, с тем, чтобы, опираясь на его авторитет, предотвратить продолжение насилия. Райвовара, работавший в начале 90-х государственным министром, не только один из инициаторов установления памятного знака, но и свидетель и участник переговоров с Ельциным. Визит был организован совершенно необычными методами по тогдашним меркам, очень быстро. И Ельцин прилетел поздно вечером в Таллин. Мне довелось встречать его у трапа. Он был в таком боевом настроении, настроенный, может быть, не такой, как мы его потом в последующие годы помним, совсем другой, я бы сказал, очень, так сказать, четко понимающий всю ситуацию, очень готовый, я бы сказал, активно готовый, так сказать, в нее вмешаться. С ним прибыла небольшая его команда, помощники, из которых я отдельно выделил бы Федора Шелова-Коведяева, который, в общем-то, как-то не очень зрим и видим в сегодняшние дни, но тогда являлся одним из мозговых, так сказать, центров в этой команде. И вместе с которым эстонская сторона, так сказать, именно с ним вместе, в первую очередь, сформулировала, так сказать, текст этих заявлений, которые были подготовлены. По словам Райва Вара, оценка личности Бориса Ельцина столь же противоречива, как и сама его сложная и многогранная персона, как и полагается крупному государственному деятелю. Однако это не умаляет его заслуг перед Эстонией, когда он призывал военных не идти против народа и отказался вести переговоры с реакционными силами страны, из-за чего некоторые до сих пор склонны считать его предателем. По мнению инициаторов, долгие годы власти Эстонии упоминали имя Ельцина с благодарностью, однако только сейчас был сделан конкретный шаг к ее выражению. На самом деле ведь те заслуги, которые у него были и в конце 80-х, и в начале 90-х, они как-то стали забываться. А заслуги есть очень большие. И не только перед Эстонией, а перед Эстонией конкретно тоже. Если некоторые другие страны, например, Латвия, это как-то уже, так сказать, свою благодарность высказали, то мы это по разным причинам не сделали, а в качестве гражданской инициативы теперь хотим это сделать. И, по-моему, это совершенно справедливо. И нельзя, так сказать, мешать все в одну кучу. Поскольку инициатива носит гражданский характер, то и финансируется из частного капитала, оставляя неприкосновенными деньги налогоплательщиков. Для воплощения в жизнь этой грандиозной идеей было создано недоходное объединение «Инициатива памяти», учредителями которого стали заметные общественные деятели, историки, политологи, ученые, представители среднего и крупного бизнеса. Их идея была также официально одобрена фондом имени Ельцина. Поддержать деятельность объединения может любой желающий, и единственным условием является отсутствие конъюнктурных, политических или экономических мотивов. Один из эстонских политологов как-то сказал, что для нормализации отношений с Россией нужны не только политические или экономические шаги, но и общие символы. Кто знает, может быть, в нынешний день рождения Ельцина и появилась идея именно такого символа. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.